МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация в Украине и вопросы урегулирования конфликта на востоке страны сейчас обсуждаются на самом высоком уровне и на нескольких дискуссионных площадках. В Страсбурге парламентская ассамблея Совета Европы выносит резолюцию о гуманитарной ситуации на Донбассе, а в Киеве проходит консультация со спецпредставителем Госдепа США Куртом Уолкером. По данным СМИ, на вечер запланирована его встреча с президентом Украины. На этот час известно, что Уолкер уже пообщался с главой Генштаба и главнокомандующим ВСУ Виктором Муженко, обсуждали вопросы региональной безопасности и двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере. В планах спецпредставителей США было и посещение Донбасса, но поездку, скорее всего, отменят из-за погодных условий. А 26 января американский дипломат планирует встретиться с советником российского президента Владиславом Сурковым. Переговоры состоятся в Дубае. А в Страсбурге делегаты обсуждают доклад о гуманитарных последствиях войны на Донбассе. Что предусматривает документы, чего Украине ожидать от голосования, узнаете из нашего материала. Второй день зимней сессии принес приятные новости для украинской делегации. Во второй раз за всю историю ПАСЕ представитель Украины выбран докладчиком мониторингового комитета. Меня член мониторингового комитета, группа социалистов, выдвинула кандидатам на доклад по Армении. Мы будем осуществлять процедуру мониторинга, выполнение Армении своих обязательств, обязательств при вступлении Совета Европы и развитие демократических институтов в этой стране. Доклад по Армении, скорее всего, будет представлен в течение года. Предположительно, я буду осуществлять визит в эту страну в рамках доклада совместно со своим коллегой из Италии, с докладчиком, апрель-май этого года. Еще один важный вопрос этого дня – доклад о гуманитарных последствиях войны в Украине. Его подготовил литовский депутат Эгидиус Варейкис. Какая гуманитарная ситуация сложилась на Донбассе, политик видел своими глазами. Это доклад о гуманитарных последствиях войны. Мы подчеркиваем, что это война, что война не закончилась, война продолжается. Доклад Варейкиса ранее обсуждали на заседании миграционного комитета, где представители украинской делегации внесли в документ несколько правок. Одна из них касательно выполнения Минских соглашений. Поправка, которую мы внесли, касалась того, чтобы обязать или рекомендовать украинскую власть сделать так, чтобы эти упоминания о Минских соглашениях были проголосованы и внесены в текст этого закона о деоккупации Донбасса. Вот сейчас, на заседании парламентской ассамблеи Святой Европы, мы будем добиваться того, чтобы эти поправки были проголосованы. Поправка была проголосована большинством членов комитета, и она уже будет большие шансы иметь на прохождение. Мы будем этого всячески добиваться сейчас в зале парламентской ассамблеи. Каким будет итоговый текст резолюции, узнаем после финального голосования. Из Трасбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов, подробности, телеканал Интер. В АПО-блоке приветствуют, что ПАСЭ приняла к рассмотрению поправки, на которых настаивали оппозиционеры. Вот как прокомментировал это лидер политической силы Юрий Бойко. Очень важно, что ПАСЭ практически поддержал позицию оппозиционного блока по поводу того, что примирение и завершение конфликта должно быть на базе минских соглашений. И это обязательно должно быть отражено в законе о реинтеграции. И второе, что очень важно, что есть социальные гарантии, должны быть социальные гарантии для людей, которые остались на неконтролируемой территории. Это, прежде всего, выплаты пенсионные, о которых говорит все международное сообщество. Говорят все люди, которые живут там, которые заработали пенсию в Украине и хотят, чтобы ее получить. Наша фракция, оппозиционный блок, наша политическая сила выступает за скорейшее мирное завершение конфликта. И мы должны сделать все для того, чтобы помочь ПАСЭ принять правильное решение, чтобы это состоялось. Что в эти минуты происходит в Страсбурге, как проходит обсуждение резолюции, мы узнаем у нашего корреспондента Ирины Ивановой, которая следит за ходом дебатов. И раздраствуем тебе слово. Добрый вечер, Катя. Обсуждение такого важного для Украины вопроса поставили сегодня последним в повестке дня. Автор доклада Эгидиус Варикис уже засчитал свой доклад. В целом, напомню, украинская делегация называет его сбалансированным и объективным. Но накануне, во время обсуждения на комитете, были внесены несколько правок от депутатов, от нашей оппозиции. В эти минуты продолжается обсуждение документа. Потом депутаты будут голосовать за каждую из правок отдельно, а потом за резолюцию в целом. Студия. Ира, спасибо. На связи со студией была Ирина Иванова, которая следит за обсуждением в ПАСЭ вопросов, касающихся ситуации на Донбассе. А в зоне конфликта на фоне столь важных переговоров относительно тихо. И все уже несколько раз боевики открывали огонь по украинским позициям, в том числе из запрещенных минометов 120-го калибра. И во время этого обстрела наших позиций с минометов террористы российско-окупационных войск також навмисно вели огонь в биг ним же оккупованного до Кучаевска. Грузия уже получила от США первую партию противотанковых комплексов «Дживелин». Об этом сообщил министр обороны страны. По его словам, комплексы находятся в безопасном месте. Вскоре в Грузии начнутся учения, во время которых военные будут осваивать новое вооружение. С помощью американских инструкторов они пройдут специальный курс. Всего, согласно контракту, Грузия приобретет у Америки противотанковые комплексы на 75 миллионов долларов. О сотрудничестве с Украиной экономическом говорили сегодня в Брюсселе. В Европарламенте обсуждали, как работает соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. И обнародовали оптимистические данные. Количество наших предприятий, которые экспортируют товары в ЕС, за три года возросло на 4 тысячи. Продолжить Елена Абрамович. Чтобы отстоять соглашение об ассоциации, украинцы в 2013-м вышли на Майдан. Именно благодаря этому документу страна получила безвиз, а еще право на беспошлиную торговлю с Евросоюзом. Так называемую зону свободной торговли. Результаты такого сотрудничества обсудили в Европарламенте. Докладчик от Украины заверил, что соглашение помогает восстановить экономику страны. Преференции доступа до европейского рынка помогли украинским производителям возместить потери, которые они потерпели в результате торговой войны, которую развязала Россия и ситуация на востоке Украины. Общий экспорт Украины за 10 месяцев прошлого года вырос на 21% по сравнению с предыдущим годом. Двигателем этого роста стал Евросоюз, на который приходится 40% экспорта. Говорили в Брюсселе и о том, что количество экспортеров из стран, из которыми действует соглашение по ассоциации, значительно возросло. В случае Украины это впечатляющие цифры. В период с 2014 по 2017 год количество украинских импортеров в Евросоюз возросло на 4000 предприятий, включая малый и средний бизнес. А вот предприниматели из ЕС, по словам европарламентариев, не могут похвастаться беспрепятственным выходом на украинский рынок. Многие европейские компании поднимают вопрос о несоблюдении Украиной установленных правил о зоне свободной торговли. Речь идет о препятствиях на украинской таможне, большое количество проверок происхождения товаров или же ограничений, касающихся приема копий документов. Упомянул евродепутат и о запрете на экспорт лесокругляка, который Киев давно обещал снять, но так и не сделал этого. А в группе поддержки Украины от Еврокомиссии напомнили о необходимости принять корректный вариант закона об антикоррупционном суде. У гражданского общества и международного сообщества есть к нему несколько замечаний, которые четко определила и Венецианская комиссия. Недовольство законопроектом ранее выражали также в Международном валютном фонде и Всемирном банке. В Брюсселе следят за темой антикоррупционного суда, поскольку его создание было одним из требований для предоставления Украине без виза. Елена Абрамович, Евгений Каминский, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. В НАБУ подозревают главу государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову в незаконном обогащении. Речь идет о 10 миллионах гривен. Сегодня детективы официально сообщили об этом чиновнице. По данным следствия, за два года Гаврилова присвоила активы, стоимость которых значительно превышает ее законные доходы. Речь идет о квартире, внедорожнике и дорогой мебели, а также о драгоценностях и наличных, которые были найдены во время обысков. Если вину чиновницы докажут, ей грозит до 10 лет лишения свободы. В поле зрения антикоррупционных органов может попасть и Николаевский губернатор, прогнозируют местные активисты. Они оценили работу Алексея Савченко на посту руководителя области и утверждают, нашли много интересного. Все подробности в нашем материале. Сломанный нос, синяки под глазами. К эпатажному образу Николаевского губернатора местные активисты привыкли. Но с его кадровой политикой смириться не смогли. Месяц назад Совет общественников при обл. администрации выразил недоверие Алексею Савченко и призвал его сложить полномочия. Дескать, на руководящие должности он возвращает одиозных чиновников времен Януковича, несмотря на протесты местных жителей. Когда людей, которые прищали здесь Евромайдан Николаеве, идут на повышение, о чем можно говорить? Причем это все идет с подачи человека, который себя позиционирует как патриот. Но мне кажется, это больше на словах, чем на деле. Савченко ответил жестко. Позицию общественников назвал эмоциональной и необоснованной. В ответ те оскорбились. Я сприймаю вас, как несведомых и недосвеченных людей. И тут ему вспомнили все. Начиная с того, каким образом стал губернатором. Конкурс на эту должность проходил осенью 2016 года. Тестовые задания Савченко прошел за молниеносные 6 минут. Наделал массу грамматических ошибок. А описывая программу развития области, придумал новые неведомые слова. И победил. Год и три месяца. Журналист Андрей Лохматов внимательно следит за работой Савченко на посту губернатора. Говорит, никаких позитивных результатов. Провалена не только текущая работа, но даже его пиар-проекты. Среди них строительство детского фехтовального зала. Открыть его должны были за два месяца. Ленточку перерезали, а затем началось. Здание не передано на баланс властей. Вздувшиеся спортивные дорожки, неработающие, вентиляция и пожарная сигнализация. Вахтер, который сидит на вахте, он мне показывает щиток. Он мигает разными цветами. Я спрашиваю, что это значит. Значит, что сейчас пожар. А когда будет реальный пожар, никто этого не увидит. И дай бог, чтобы все спаслись. Второй скандальный пиар-проект – Николаевский аэропорт. По данным СМИ, реконструкцию пассажирского терминала еще летом прошлого года начала частная кампания. Жил промстрой-8 и выполнила примерно треть работ. Это даже видно. А вот тендер чиновники объявили только в конце ноября. И что самое интересное, выиграла его не эта уже работающая фирма, а малоизвестная киевская компания. Именно ей достанется подряд на сто с лишним миллионов гривен. Журналисты подозревают аферу с бюджетными деньгами. То есть мы стоим, вот видим его, этого подрядчика, его рабочих автобусы возят. Она говорит, его там не было. Он сделал терминал, отдали тендер другой фирме, киевской. Я подозреваю по какой причине, но это уже работа правоохранительных органов. Журналисты предполагают, не за горами громкие коррупционные скандалы в Николаевской области. Сам же Алексей Юрьевич тем временем снимает короткометражные фильмы, в которых появляется в образе лирического героя. Читает стихи на странице в фейсбук в ностальгии об СССР и людях этой эпохи. Получается действительно ярко. Они хотели стать достойными людьми и становились, и росли в большой стране, где свежий хлеб вкуснее казался, чем икра. Анастасия Крылатая, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Николаев. Ответить за невыполненные обещания призывают и лидеры немецких социал-демократов. Однопартийцы Мартина Шульца не хотят, чтобы он занимал должность в новом кабинете. Почему и что об этом думает сам Шульц, расскажет Татьяна Лугунова. Месть недовольных социал-демократов, которые выступали категорически против большой коалиции, хотят наказать своего лидера политически. И призывают Мартина Шульца добровольно отказаться от любых постов в новом правительстве. С таким советом к лидеру социал-демократов обратились сразу несколько авторитетных членов партии. Причем сделали это публично через СМИ. Они считают, что Мартин Шульц проявил чудеса непоследовательности. До и после выборов обещал, что политическая сила уйдет в оппозицию. Ну а потом развернулся на 180 градусов и принялся также активно лоббировать создание большой коалиции. Дескать, как ему после этого верить? Сам Мартин Шульц призывы однопартийцев пока не комментирует. В новом коалиционном правительстве, как лидер партии и партнера, он претендует на пост вице-канцлера и министра иностранных дел. В этих же креслах не прочь остаться бывший лидер СДПГ и действующий замканцлера и главный дипломат страны Зигмар Габриэль. Портфели, впрочем, делить начнут уже после создания коалиции, то есть через несколько месяцев. Официальные переговоры пока что даже не начались. Лидеры партии Меркель, Зейхофер и Шульц проводят предварительные рабочие встречи, чтобы согласовать все спорные оппозиции. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности. Немецкое. Бюро телеканала Интер. Съезд самых богатых и самых влиятельных людей мира. В швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум. Впервые за 20 лет его посетит действующий американский президент, приедет в Давос и глава украинского государства. Чего ждать от форума и почему он оказался под угрозой срыва, узнаем у Светланы Чернецкой. Всемирный форум в Давосе едва ли не важнейшее политическое и экономическое событие года. В этот швейцарский городок съезжаются мировые лидеры, президенты крупнейших компаний и организаций из 119 стран. Впрочем, проведение форума оказалось под угрозой срыва. Давос засыпало снегом. Мело так, что не успевали расчищать дороги, поезда не ходили. Такого здесь не видели лет 20. Впрочем, сегодня, как по волшебству, снегопад прекратился и форум начали по расписанию. Открыл его Нарендра Моди. Индийский премьер впервые за 20 лет приехал в Давос. В эти дни в Индии отмечают важнейший праздник – День Республики. Моди решил его пропустить ради форума. Чтобы познакомить участников встречи с новой Индией, он привез с собой звезд Болливуда и лучших поваров страны. Много стран сосредоточены на себе. Создается впечатление, что происходит противоположность глобализации. Неправильные приоритеты создадут негативное влияние, которое можно считать не менее опасным, чем климатические изменения. Создание общего будущего в разобщенном мире – такой девиз 48-го Давосского экономического форума. И как достичь этого, обсудят 3000 участников. Среди них и мировые лидеры. Особенно ждут американского президента. В прошлом году Дональд Трамп приглашение отклонил, а в этом решил приехать. Впервые почти за 20 лет в Давосе будут принимать действующего главу США. Мы обязаны уважать Трампа, поскольку он избран народом. Но это очень хороший знак, что президент приедет сюда и будет взаимодействовать с международным сообществом. Также в Давосе ждут президента Франции, канцлера Германии, премьеров Великобритании, Канады и Израиля. Ожидает прибытие президента Петра Порошенко. Пока его программу не оглашают, но в планах около 20 встреч, в том числе с Дональдом Трампом, директором Международного валютного фонда «Лагард», главой Еврокомиссии Юнкером. Раньше и в МВФ, и в ЕС раскритиковали президентский законопроект об антикоррупционном суде. Так что, скорее всего, этот вопрос не обойдут вниманием. А в целом в Давосе будут обсуждать вопросы глобальной экономики, в частности, о криптовалютах, киберугрозах и фейковых новостях. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, телеканал «Интер» из Давоса, Швейцария. Центр избирком обновят. Президент Петр Порошенко подал Верховную Раду кандидатуры новых членов ЦИК. Об этом он заявил во время встречи со спикером парламента. Имен кандидатов пока что не называют. По словам президента, этот вопрос обсуждался уже давно. В коалиции активно работали над решением проблемы, но процесс слишком затянулся. Порошенко также отметил, что обновление Центра избиркома очень важно для будущих президентских выборов. Для меня было очень важно, чтобы мы имели полностью обновленный склад Центральной выборчей комиссии. Важно, что я имел возможность поспілкуваться и с неурядовыми организациями, и с общественными организациями, которые также поддерживают, как нескольшее обновление склада Центральной выборчей комиссии. И уверены в том, что мы спильно несем ответственность за качество проведения и президентских, и парламентских выборов. И сегодня же президент подписал изменения к закону о публичных закупках. Документ дает возможность органам финансового контроля эффективно мониторить закупки. Это должно помочь предупредить нарушения на всех стадиях процесса. Это подробности, и вот о чем мы расскажем во второй части программы. Не хватает Крыма в Черновицкой области. В день соборности карта Украины оказалась без полуострова. Кто не доглядел? Тротуар до травмпункта доведет. В Черкассах десятки людей оказались на больничной койке из-за гололеда. Почему дороги не чистят? Разведка что-то знает. Чем заявление директора ЦРУ шокировало Америку? Военные пенсионеры будут добиваться повышения выплат в суде. Напомню, они просили увеличить денежное обеспечение с начала этого года, но министры навстречу пока не идут. Поэтому бывшие силовики требуют обязать чиновников пересчитать им пенсии. Иск подготовили эксперты Института социальной защиты граждан, основателем которой является Наталья Королевская. Они на протяжении ни одного года не пересчитывают пенсию. Отменяют ранее принятые решения о перерасчете пенсии с 1 января 2018 года. Поэтому мы требуем, чтобы власть выполнила законные требования. С военными пенсионерами сегодня в Полтаве встретился и нардеп Сергей Каплин. Он заявил, что во всех областях будут созданы специальные штабы. Туда войдут люди, которые будут координировать действия протестующих, если власть откажется повышать им пенсии. Это 2 миллиона, вместе с родинами, 2 миллиона граждан, которые готовы выступить, идти пешкой, если нужно, с всех конца страны, прикрывать все магистральные сообщества в нашей стране, прикрывать Хрещатик, Грушевский, блокировать работу Верховной Рады, Кабинету и Министров Украины. Для перерасчета пенсии военнослужащим в этом году нужно дополнительно 10 миллиардов гривен, а в следующем около 17. А потом заявил министр соцполитики Андрей Рева. По его словам, повышение пенсии все же состоится. Обещают провести его задним числом с 1 января, а деньги возьмут из пенсионного фонда. Настоящим скандалом обернулось празднование Дня Соборности в одном из райцентров Черновицкой области. Там, на сцене Дома культуры, разместили карту Украины без полуострова Крым. Чья это идея или же просто ошибка художника, разбиралась Ольга Паламарюк. Вот она, та самая карта Украины. Полутораметровый рисунок на сцене Дома культуры в райцентре Староженец. Его создали специально к празднованию Дня Соборности. Ни зрители, ни чиновники ошибки на карте не замечают. Более наблюдателями оказались местные журналисты. Увидели, не хватает полуострова Крым. Захидная Украина, центральная Украина, Схидная Украина, Крым. И тут мало бы быть Одесская область. Это Крым, но не сделала Одесская область. Або это не Крым, або это Одесская область. Ну, в основном, какой-то частины Украины не хватает. Сегодня на сцене скандального рисунка уже нет. Директор Дома культуры объясняет. Сделать карту попросили чиновники районной администрации. Ее нашли в интернете. Рисовал все местный художник. Не точностей на карте не видят и в районной администрации. Оправдывается, на самом деле не хватает ни полуострова, а всего лишь Одесской области. А вот в СБУ так не считают. Уже открыли уголовное производство по статье «Посягательство на территориальную целостность Украины». Оскільки в деях организаторів захода вбачаються ознаки криминального правопорушення, передбаченого за частиною 1 статті 110 Криминального кодексу Украины, управлением Службы безпеки Украины в Чернівецькій області, 23 січня зареєстровано відповідное криминальное провадження. Автор скандальной карты сейчас в больнице. После случившегося его госпитализировали. Местные жители тем временем опасаются. Все промахи свалят именно на художника. Ольга Палмарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновицкая область. Неизвестные мешают сотрудникам нациоагентства по вопросам розыска и управления активами, полученными коррупционным путем, выполнять свои обязанности. Такая информация появилась на сайте ведомства. Необходимо было выполнить постановление суда о передаче квартиры в управление нациоагентства. Ее владельцем является компания по управлению активами «Эксельсиор». И 5 января был заключен договор о передаче жилья в управление бизнес-центром «Навигатор». Вероятно, речь идет о конфискации имущества, которое фигурирует в расследовании коррупционной деятельности экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Украину снова засыпает. На завтра объявили штормовое предупреждение в семи регионах на юге и востоке страны. Синоптики обещают снег, а на дорогах гололед. Запорожье заметало снегом весь день и всю ночь. Из-за этого на Харьковской трассе запретили движение грузовиков. Ночевать в форах посреди поля пришлось почти 170 дальнобойщикам. За сутки спасатели вытащили из сугробов 10 автомобилей и спасли от переохлаждения 14 человек. Четверо из них – дети. Днем ситуация на автодорогах стабилизировалась. Сейчас все трассы открыты. Боролись с последствиями снегопада и в самом Запорожье. Мы привыкли уже к таким непогодам. Мы их ждали, дождались. Правда, сутки это многовато, много снега. Тяжело. Проблем особых нету. Лишь бы снег не валил. Давно убрать то, что вчера навалило, чтобы было чисто, удобно, не скользко. Где нужно – посыпаем. Помочь убрать снег коммунальщики призвали и местных предпринимателей. Иначе – штраф. Это должны делать все субъекты предпринимательской деятельности. Возле парикмакерских, возле своих магазинов, возле кафе, киосков, наливайки и тому подобное. Мело и в соседней Днепропетровской области. Ночью выпало около 30 сантиметров снега. На трассах – гололед. Из-за этого накануне в Кювет вслетел рейсовый автобус. В салоне было 10 пассажиров. Двое получили травмы. Обоих доставили в больницу Кривого Рога. Сейчас из-за непогоды у них аншлаг, говорят медики. У меня, извиняюсь за жили, 8 человек на приемном и двое в операционном. Я должен с вами пообщаться? Два слова. Можно? Нет. В целом, из-за непогоды прошлой ночью в снежном плену оказались десятки автомобилей. На горячую линию спасателям поступило больше 20 вызовов. Причем не только от водителей лиховушек, но и грузовиков. В снежных заносах застревали и скорые. В самом Днепре транспорт движется нормально. Коммунальщики всю ночь чистили дороги. Вывели до 100 единиц техники. Синоптики говорят, снег будет идти по всей области еще несколько дней. К тому же существенно похолодает. Сергей Бордюжа, Елена Миндалюк, Игорь Воробий, Евгений Никоденцов. Подробности телеканал Интер. Каток вместо тротуаров. Количество травмированных в Черкассах за последние двое суток возросло втрое. Если дороги после снегопадов коммунальщики еще хоть как-то чистят, то на пешеходные зоны практически не обращают внимания. Почему выяснял Станислав Кухарчук? Юрий внимательно разглядывает снимок своей левой руки. Говорит, все произошло неожиданно, как в фильме. Шел, подскользнулся, упал гипс. Ходить по улице Хуашко, особенно по тротуарах, неможливо. Если бы было програнито, то было бы легче. И пеннище, чтобы по дороге. Таких, как Юрий, травмпункти третьей городской больницы десятки. Кто-то приходит сам, кого-то привозит скорая. Почти все пациенты – жертвы гололеда. За последние двое суток количество пациентов с переломами и ушибами в больнице увеличилось в три раза. Если в обычные дни норма для травмпункта 25 человек, то только за вчера обратились почти 80. Черкасские тротуары сейчас больше напоминают каток. Пешеходные зоны коммунальщики только посыпают песком. Да и то не везде. Мы шли с женщиной за магазином, там буквально 10 метров в воду шли, она впала и где-то три дня не могла нормально ходить. Причиной всему стал циклон, который обрушился на Черкассу в прошлый четверг, объясняет директор коммунального предприятия Челуаш. Именно оно должно заниматься уборкой городских тротуаров. Говорит, за двое суток выпала полутора месячная норма мокрого снега. А вовремя убрать его не успели. Не хватает техники и людей. У меня есть бригада ручного прибирания. Это те, кто прибирает эти сметки. Эта бригада наличит всего до 10 человек вместе с водителями тех тракторов, которые... И они сейчас все кинуты на посыпку тротуаров, на расчистку тротуаров. Пока коммунальщики не наведут порядок на тротуарах, горожанам придется рассчитывать только на свою ловкость, чтобы не попасть в травмпункт. А морозы, по прогнозам синоптиков, в Черкассах продержатся еще до понедельника. Станислав Кухарчук, Павел Димошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. В Минздраве признали, вакцины против корей не хватает. И начали служебное расследование. Об этом сегодня заявил глава Центра общественного здоровья Владимир Куприта. Результаты проверки обещают обнародовать позже. Напомню, с начала года корей в Украине заболели более 2000 человек, две трети из них – дети. За три тижні 2018 року зареєстровано три летальні випадки, двое среди детей и один дорослих, всі в Одеській області. Якщо говорити про поширеність кори в областях, то найвищий рівень захворюваності, як і тиждень тому, спостерігається в Івано-Франківській області. 463 випадки захворювання, Чернівецький – 333, Закарпатський – 331 і Одеській області – 265. Минздрав передаст 10 тисяч вакцин от кори в Закарпатську область. Таке решение приняли после заявлений главы регіона Геннадия Маскаля о том, що вакцини нет уже две недели. І міністерство не реагує на требования обеспечити власть область препаратами. Разбираться Минздраву придется не только с вакцинами от кори, а о перебоях с медпрепаратами говорил сегодня премьер-министр. По словам Владимира Гройсмана, запущенная в прошлом году госпрограмма «Доступные лекарства» работает неэффективно. Во время специального заседания премьер поручил Минздраву і казначейській службі разобраться в ситуации. По словам Гройсмана, це проблема містного характера і решити її необхідно срочно. Нам потрібно зараз з кожним обласним управлінням охорони здоров'я зрозуміти, в чому є проблеми, причини. Можливо, там якийсь чиновник заклавного занагу і сидить і дивиться по телебаченню якийсь шоу, замість того, щоб зробити уякісну свою роботу. Безумовно, треба працювати зараз над тим, щоб максимально збільшувати кількість точок доступу до доступних лекарств. Программа в минулому році показала, що жодні копійки заборгованності перед постачальниками лекарств немає. Перші спасенні українці вернулись дому із Кабула. Самоліт приземлился в аеропорту Жуляны. Їх встретили родні і друзі. Люди вернулись на родину даже без вещей, так як почти все згорело во время нападення. От комментариев журналистам вони відказалися. Напомню, 20 января террористы захватили отель «Интерконтиненталь» в столиці Афганистана. В результате погибли 18 человек, 7 із них – українці. Афганським военам удалось спасти 19 граждан України, які були в гостиниці в момент теракта. Уже завтра, 24 января, в Київ прибудет спецрейс з телами погибших. Америка под угрозой. Всего лишь несколько месяцев могут отделять КНДР от возможностей нанести ядерный удар по США. Этим громким заявлением директор ЦРУ шокировал страну. Что известно о разведке, разбирался Дмитрий Анопченко. Один из самых информированных людей в Америке. И один из самых близких к Трампу. Бывший конгрессмен-республиканец Майкл Помпео. Теперь каждое утро с президентом встречается. Проводит для него секьюрити-брифинг. Ежедневные доклады о ситуации в мире и об угрозах. В Белом доме поговаривают. Глава государства, который кроме своей семьи никому в команде полностью не доверяет, к мнению Помпео прислушивается безоговорочно. Тем больше шоуму вызвало интервью главы ЦРУ, которое он дал сейчас CBS News. Ведь те месседжи, которые Помпео в эфире озвучил, он ежедневно лично доносит до первых лиц Америки. Это слова о КНДР и об угрозе для страны. Помпео сказал журналистке, о недавнем ядерном испытании КНДР, которое стало неприятным сюрпризом для мира, американская разведка знала заранее. Более того, по данным ЦРУ, атомная программа Пхеньяна в последнее время продвигается невероятными темпами. Политики должны знать, северокорейская программа ядерного оружия продолжает развиваться, совершенствоваться, становится все более мощной, все более безотказной. Каждый этот момент должны четко осознавать те, кто принимает решения. А вот его ответ на вопрос, насколько велика угроза сегодня в заголовках всех информагентств. Насколько близок Ким Чен Ын к тому, чтобы иметь возможность нанести ядерный удар по территории США? Да. Несколько месяцев. В справедливости ради стоит сказать, что подобный прогноз, мол, счет идет на месяцы, Помпео уже делал полгода назад. Это разночтение в ЦРУ поясняют тем, что благодаря санкциям Америка притормозила Кима, сдержала его ядерные проекты, но теперь ситуация развивается. И по данным разведки, к концу весны он якобы уже будет способен атаковать. Понятно, что Помпео из команды ястребов в окружении Трампа. Понятно, что в его интересах сгущать краски. Но делая заявление такой важности, чиновник такого уровня в США обязан опираться на факты. И эти факты вызывают тревогу. Причем не только в Вашингтоне. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Как дизайнеры усовершенствовали куртки спортсмена в Олимпийской сборной США? И почему лучше всегда помнить свой пароль для Твиттера? Об этом и не только в нашем обзоре. Девичья память. Жителям Гавайев не могли сообщить, что ракетная угроза была ложной, потому что губернатор штата забыл пароль для своего Твиттера. Так Дэвид Айдж оправдался в разговоре с журналистами. Утром 13 января жители Гавайских островов получили на телефону уведомление о том, что к ним направляется баллистическая ракета. Тревога оказалась ложной. Сотрудник, который должен был отправить тестовое оповещение, нажал не на ту кнопку. Куртку со встроенным обогревателем разработали для Олимпийской сборной США. С помощью высокотехнологичной парки хотят уберечь спортсменов от пробирающего до костей холода минус 5 градусов. Ведь именно такая морозная погода ожидается в южнокорейском Пхенчхане во время проведения Олимпийских игр. В чудо-куртке использованы красители-проводники. Есть аккумулятор и два режима обогрева. Сильный и слабый. В Китае поддельная батарея для айфона взорвалась во рту покупателя. Мужчина рассматривал аккумулятор в магазине, а потом решил его укусить, таким образом протестировав. Как только китаец взял батарею в зубы, та вспыхнула и разлетелась на мелкие кусочки. В результате инцидента никто не пострадал. Археологи Мексиканского национального музея антропологии воссоздали гробницу Красной Королевы племени Майя, которая правила более тысячи лет назад. Инсталляция саркофага вместе с погребальной маской королевы станет частью выставки «Золотые королевства», которая откроется в Нью-Йоркском музее искусства Метрополитен в феврале. Праздник Кувшина. Массовое паломничество к святыням индуизма начался в Индии. По самым скромным подсчетам в этом году в нем принимают участие как минимум 10 миллионов верующих. Они побывают в четырех городах – Аллахабад, Харидвар, Уджайн и Нашик. Кульминация празднества – массовое омовение в водах Ганга, символизирующее очищение души и тела. Подруга Микки Мауса Минни наконец-то получила собственную звезду на Голливудской аллее славы через 40 лет после своего возлюбленного Микки. На церемонию пришли десятки поклонников мультяшного персонажа, ну и, конечно, виновница торжества. Фаны говорят, Минни привлекает прежде всего своим веселым нравом и независимостью. Есть ценители мультяшки и среди звезд. К примеру, певица Кэти Перри признает, еще никому не удавалось так стильно сочетать красный цвет и белый горух. Американская киноакадемия назвала претендентов на премию «Оскар». Список номинантов огласили в Лос-Анджелете. За титул «Лучший фильм» соревнуются лента о Буинстоне Черчилле «Темные времена», картина режиссера Гильермо Дель Торо «Форма воды» и еще несколько фильмов. Название «Лучшего режиссера» претендует Кристофер Нолан, а на статуэтку за лучшую женскую роль Марго Робби и Мэрил Стрип. Финальное голосование состоится с 20 по 27 февраля. Всего назовут победителей в 24 номинациях. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.